Всем привет! Вы на канале правильный выбор. Сегодня у нас обзор на пылесос Xiaomi Vacuum Mop. Это умный робот, который делает сухую и влажную уборку. Об этих и других особенностях я расскажу далее. А сейчас рекомендую подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Поддерживайте канал лайками и комментариями. Как и все устройства Xiaomi, пылесос сочетает в своем дизайне стиль и функциональность. При этом каждая деталь четко выполняет свою функцию. Одно переднее и два боковых колеса позволяют пылесосу маневренно перемещаться в пространстве. А дополнительный мусорный бак можно использовать как для сбора мусора, так и для добавления воды при влажной уборке. Делать ее помогает идущий в комплекте кронштейн и набор полотен. Встроенный бесщеточный мотор вращает боковую щетку, которая в свою очередь выталкивает грязь в сторону основной щетки на мощности до 2500 паскалей. Аккумулятор на 2400 мАч рассчитан на полтора часа непрерывной работы. После уборки среднестатистической городской квартиры остается больше половины заряда, а подзарядить его можно без проблем с помощью специальной базы, играющей роль подставки. При истекающем заряде устройство перемещается на станцию автоматически, так что ничто не мешает вам прибираться дома, хоть каждый день, не тратя на это свое драгоценное личное время. А чистота – залог здоровья и ясности ума. Для навигации робот использует принцип построения карты по технологии V-Slam. Принцип данной технологии используется в беспилотных автомобилях, летательных аппаратах, автономных подводных аппаратах и планетоходах. Пылесос легко распознает препятствия на своем пути, будь то лежащие вещи или предметы мебели, и плавно обходит их, составляя карту помещения. При любых перестановках в комнате, на кухне или в рабочем пространстве устройство спрашивает, хотите ли вы изменить свою карту. Впрочем, от этой опции можно без проблем отказаться. Кроме того, устройство маневренно перемещается внутри помещения, меняя свою траекторию в зависимости от вида уборки – сухой или влажной. Пылесос может протирать полы без мокрых пятен. Умная система подачи воды равномерно смачивает салфетку из микрофибры. Встроенный в устройство водяной насос работает так, что в случае остановки пылесоса подача воды прекращается автоматически. Теперь вы можете спокойно мыть и паркеты, и кафель, и ламинат, не боясь залить соседей или поскользнуться на мокрой поверхности. Робот управляется со смартфона с помощью приложения Mi Home. Вы можете вручную корректировать траектории его перемещения по квартире, либо запускать его по дороге с работы, чтобы к вашему возвращению квартира сияла чистотой и порядком. Если же вы не хотите прибираться, например, в детской или в рабочем кабинете, можно через приложение выставить виртуальную стену в нужном участке квартиры. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Очень хрупкий бак для воды. Иногда застревает где-нибудь возле ковра или зажует шторы. Проработал полтора месяца и перестал заряжаться. Нет пульта управления, не понимаю, как скорректировать его движение. Пульт в приложении странно работает. На 100 квадратных метров хватает батареи только на среднем режиме. Застревает на ковре в ванной с длинным ворсом, в итоге выключается и разряжается. Теперь перейдем к положительным. Однокомнатную квартиру убирает отлично. Моет только там, где я сказала. Простое управление. Управление дистанционно, можно в дороге запустить, приехать домой и чистота. Функция влажной уборки хорошо работает на трех режимах. Говорит на русском. Качество уборки. Очень тихий. Имеет удобное приложение. Пришло время обратной связи. Пишите комментарии, ставьте лайки. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале Правильный Выбор. Субтитры сделал DimaTorzok